Продолжаем разбираться с башскриптами, сейчас поговорим о программе Тест, которая у нас умеет проверять файлы на наличие различных свойств. Презентация у нас достаточно короткая, значит это 105.2 точно так же по LP, работа с программой Тест. Суть занятия точно такая же, учимся разбираться с башскриптами, а именно работа с программой Тест. Значит программа Тест это такая очень интересная команда, которая может проверять файл по огромному количеству условий. У Теста есть подробный мануал, мы сейчас на практике посмотрим. В частности часто используется тест с ключами минус x, то есть проверить является ли файл исполняемым, executable, поэтому x, минус i или минус exist, то есть проверить существует ли файл, минус equal, узнать значения, которые у нас проверяет тест равны, not equal, узнать может быть эти значения не равны, минус z, существует ли вообще какое-то значение у того, что мы проверяем тестом. Тест вообще очень сложная команда, то есть она умеет проверять и скрипты, и просто файлы, и каких-то два значения числовых, строковых, все что угодно. На выходе программа Тест у нас не выдает нам ничего, ни в командную строку, ни в какой-то файл, она результат свой выполнения назначает переменной, которая обозначается знаками доллар, вопросительный знак. То, что переменная обозначается долларом, вы должны знать из предыдущего занятия. Значит, если эта переменная равна нулю, то тест программы проверила то, что ей сказали, и результат вышел положительный. То есть этим условием удовлетворял. Если у нас любые другие значения, кроме нуля, значит результат отрицательный. Это кажется все достаточно сложным и запутанным, но на данном этапе мы с вами просто проверим какие-то базовые возможности теста. Он нужен на практике для скриптов. То есть внутри скриптов команда Test позволяет создавать такие интересные цепочки из нескольких веток скриптов. Примерчик, как может выглядеть команда Test. Например, вот это вот банальный такой пример. MinusGT ключ это greater, то есть больше. Проверить 5 больше 2 или нет. После чего вывести значение переменной доллар, вопросительный знак. То же самое можно задать, не используя собственно команду Test, а можно указать вот такие вот квадратные скобки, если мы используем скрипт. И точно так же 5 минус GT 2, то есть 5 больше 2 или нет. И вывести результат переменной доллар, вопросительный знак. Чтобы разобраться, поскорее доберемся до нашей Ubuntu. И для начала выведем мануал по команде Test. Итак, вы видите то, что Test, она у нас проверяет типы файлов и сравнивает значения. Вот такой официальный у нее мануальчик. Очень много-много ключей. Прям очень много ключей. Я вам так пролиснул, чтобы мы их всех так посмотрели. Очень часто она используется. Давайте для начала посмотрим. У меня есть мой вот этот вот колечный скрипт ifscript1, который у нас не работает. Я еще не разбирался в синтаксисе его. Давайте его скопируем. Copy ifscript1. Скопируем его под именем ifscript2. И cp, конечно. Почему я решу copy? Какой-то другой дистрибутив Linux у меня в голове. Вот у меня появился ifscript2. И теперь давайте у второго скрипта я отниму права executable. То есть он перестанет быть исполняемым. У пользователя отниму права выполнения. Ifscript2. Redress-l. Видим то, что у меня один ifscript теперь зелененький, в соответствии с настройкой mbash, а другой обычный. То есть у одного скрипта есть x, вот здесь вот вправо, у другого x нет. И теперь мы можем с вами, например, проверить, являются ли какие-то из этих файлов исполняемыми. Например, мы можем сказать, команда test, программа test, проверить xexecutable, является ли исполняемым файл ifscript1. Команда отработала. Как я и говорил, мы ничего не узнали о результате. Чтобы понять, что произошло, нам нужно проверить значение переменной $. Вот вопросительный знак. И видим то, что значение 0. То есть, да, справедливо, условия, и ifscript1 является исполняемым файлом. Если мы то же самое сделаем для файла ifscript2, который у нас, мы решили его право быть исполняемым, мы видим то, что результат 1. То есть результат не равен 0. Это не всегда единичка, бывают разные значения в зависимости от того, как мы используем команду test. Но вот такой простенький пример. То есть мы проверили, какой файл является исполняемым. Опять же говоря, это может быть не очень удобно и понятно сейчас, для чего это может пригодиться. Но у нас все-таки курс LP, это такой теоретический курс по общему повышению квалификации, потому что вы просто разобраться, усилить свои знания. Практически курсы у нас идут в отдельных плейлистах. Можем проверить по-другому, как работает команда test. Например, давайте попробуем, выполним такую команду. То есть тест у нас может работать, как я и говорил, без самого синтекса тест. Можно написать квадратная строка, с которой я заговариваюсь. Условия, например, текст, равен, и вторая строка. То есть сейчас команда test у нас проверяет какие-нибудь текстовые значения. Вот такое вот условие. И проверяем эхо. Видим то, что единичка, потому что у нас есть отличие в одной букве. То есть мы сейчас сравниваем строковые значения. Если мы сделаем то же самое, но, допустим, значения будут у нас одинаковые, и снова увидим эхо, получим нолик. То есть, видите, некоторые ключи можно указывать не через символы, а через такие вот банальные значки, как равно. Опять же, это может пригодиться, если у нас выполняется какой-то сложный скрипт, и в какой-то момент нужно проверить какие-нибудь две переменные. Если они равны, то выполняется такая цепочка кода. Если они не равны, то выполняется другая цепочка кода. Если у нас есть переменные, которым может быть присвоено текстовое значение. Можем проверить. Давайте посложнее напишем такую команду для теста. Мы уже видели с вами слайд, где есть great. Тут мы сейчас попробуем два новых символа использовать. Точнее, символы те же самые, но другой их используем. Тест проверить, является ли 100 больше, чем, например, 50. Мы можем сразу на этом завершить тест, и потом вывести значение переменных. Давайте попробуем. Эхо. Доллар. Ноль. Да, действительно, 100 больше, чем 50. А можем сделать сложную такую последовательность команды. Смотрите, мы можем сказать, является ли 100 больше, чем 50. Число 100. И исполним следующее действие. Выполним два таких значка. Мы с этими символами с вами еще знакомы не были. Значит, обычно такой значок – это такое логическое «и», и он просто дополняет команду, склеивает команду между собой. Двойное использование такого значка говорит о том, что у нас все, что идет после него, выполнится только в том случае, если условие, которое было до него, справедливо. То есть, если действительно 100 больше 50, тогда выполняется то, что мы пишем после этого значка. То есть, мы сейчас в одной строке такой а-ля скрипт написали. Тогда, эхо, вывести, какое-нибудь значение, ну, допустим, «yes». Снова, мы уже с вами знакомы со значком «пайплайн». Он передает по конвейеру результаты следующей команде, то есть, он берет все, что идет до пайплайна, и передает в то, что идет после пайплайна. Такая особенность этого значка. Мы используем двойной пайплайн. Двойной пайплайн работает в сторону противоположную вот этому значку. То есть, все, что идет после него, выполняется только в том случае, если то, что шло до него, не выполнилось. То есть, если у нас прочесть дословно эту команду, я могу сказать вот так вот, эхо, но... То она читается так. Проверить тест, условие некое. Если оно справедливо, то вот этот значок говорит, что делать. Если оно несправедливо, то работает у нас вот эта часть. Проверяем. «Yes». Соответственно, если мы здесь укажем, допустим, 120, видим «No». Опять же, вы можете понять теперь, то, что это может легко использоваться в скриптах. То, что сейчас мы используем какие-то понятные нам числа, смысла в этой строке нет, но здесь могут быть переменные. И эти переменные могут иметь различные значения. В зависимости от того, какие эти переменные имеют значения, будет у нас работать так или так дальнейшая последовательность команд. Давайте напишем простенький какой-нибудь скрипт еще, чтобы понять, как работает тест. Назовем, не знаю, искать меня. Вот такой скрипт. Значит, напоминаю, все скрипты у нас начинаются с шубанга. Решетка «Сказательный знак». Пишем путь к тому, кто будет являться командным интерпретатором. Снова пишу традиционную решетку, чтобы написать, что у нас будет выполнять этот скрипт. Например, он будет искать папку химая в домашних папках. Вот так мне будет понятно. Опять же, эта строка закомментирована, поэтому она никак не будет восприниматься командным интерпретатором. Значит так, первое условие. Например, квадратные скобки равносильно тому, что я пишу тест. минус и, ключ, exist. Проверить, существует ли. И что именно существует. Допустим, в холм папка химая. Точка запятой. Эти все тонкости рассмотрим на следующем занятии. Если существует, венд вывести допустим, нашел. Else, если это условие не выполнилось. Другой очередь вывести. Завершить скрипт. То есть, вот такой вот у нас простенький скрипт. Escape the Z. Давайте я его вам выведу вот так вот. Чтобы можно было спокойно выделять, не боясь, что Vick меня воспринят некорректно. Значит, проверяются условия. Тест. Тест, напоминаю, может у нас выглядеть как квадратные скобки. Если существует вот эта вот папка, тогда выводишь эту строку. Если не существует, тогда выполняешь следующее действие, а именно выводишь в эту строку. Конец скрипта. Скрипт запускается у нас просто. Точно так же, как в прошлый раз. Из домашней папки. А, так, у нас же это пока еще не скрипт. Вот он у нас. Это же просто пока текстовый файл. Нам нужно сделать его скриптом. И теперь можем запускать. Видите, у меня есть домашняя папка. Скрипт отработал. Папка была найдена, поэтому он вывел вот такой вот текст. Можем, например, вот здесь вот указать переменную какую-то и этой переменной присваивать различные значения в самом начале. То есть запускать какой-нибудь диалог. Скрипт у нас будет спрашивать, что мы ищем, например. Мы пишем полный путь. Нажимаем Enter и скрипт нам говорит, нашел он это или нет. Ну, то есть такой вот простенький скрипт. Подвожу итог. Есть у нас такая команда, даже не команда, а программа Test, которая может проверять файлы на выполнение различных условий. Она может проверять наличие файлов, существование файлов, то, какие это файлы, кто является их владельцем, установлены ли суетбиты и так далее. Кроме того, эта команда может сравнивать значения. Это могут быть строковые значения, числовые значения, все что угодно. Команда может писаться как тест и какие-то условия, и какие-то переменные, и входные данные. Или может просто условия, или какие-то входные данные устанавливаться в квадратные скобки. Результат команды нам никак не сообщает никуда. Она присваивает его переменной, которая обозначается двумя символами. Доллар, выпросительный знак. Команда Test очень часто используется в скриптах для того, чтобы создавать какие-то интересные, сложные последовательности команды.